Горячая пора связана не только с погодой, но и с централизованным тестированием. Уже прошли испытания по русскому и белорусскому языкам, обществоведению. Вчера и сегодня у абитуриентов математика. За два дня только аграрно-экономический принял почти 700 человек. Всего здесь зарегистрировано более полутора тысячи. Мы стараемся сделать максимально комфортные условия для абитуриентов. И даже сегодня, при такой жаре, аномальной для Белоруссии, в аудиториях довольно-таки комфортно, потому что открыты окна на проветривание, двери, есть питьевая вода, дежурит медицинский работник. В принципе, все пункты по проведению ЦТ мы выполняем. Впереди у будущих студентов биология. 26 июня. Плюс еще шесть предметов. Последний – всемирная история. Резервные дни с 14 по 18 июля. Всего в Бавруйске ЦТ сдают почти три тысячи вчерашних школьников. Это более семи тысяч тестов по разным предметам. При себе абитуриентам необходимо иметь заполненный и зарегистрированный пропуск, документ, удостоверяющий личность и черную гелевую ручку. Напомним, с этого года для получения сертификата придется предъявить не только паспорт, но и аттестат об общем образовании. В текущем году, как таковых обращений, что касается вообще наших пунктов тестирования, именно Бавруйского региона, то они не поступали в контрольную комиссию. Бывает иногда, граждане не понимают, что, к примеру, является документом, удостоверяющим личность. И у них возникают разного рода вопросы. Утерял и так далее. Но без документа, удостоверяющего личность, на сегодняшний день в пункт тестирования, естественно, попасть невозможно. Кирилла Сабадажа сейчас волнует далеко не ЦТ. Спустя три года учебы и практики парень готовится стать полноценным специалистом – поваром-кондитером. Его мечта – открыть собственное дело и придумать идеальный рецепт торта. Конечно, после окончания колледжа отслужит в армии, ну а потом крепко возьмется за реализацию плана. В кондитерском больше всего меня привлекают торты с какими-либо фруктовыми, цитрусовыми, то есть плодовыми начинками. Просто торт из сахара на сахаре с сахарным кремом меня не особо интересует. Я люблю, когда добавляется что-нибудь с кислинкой, чтобы как-то разнообразить и сгармонировать вкус. В Торгово-экономическом колледже – гастрономический поединок. Этот экзамен всегда сопровождается жаром от плиты и сладким ароматом выпечки. Итоговый тест у 75 ребят. Всего в этом году в учреждении образования свыше 180 выпускников. Учащиеся готовят по фирменным рецептам заведений, где они проходили практику, местных ресторанов и кафе. Последний этап перед окончанием учебы – теория. Критерии сдачи в соответствии с технологией приготовления, качество приготовления – это норма времени приготовления пищи. И, соответственно, путем дегустации потом будет выполняться оценка выполненной работы. Больше половины учащихся Торгово-экономического колледжа планируют продолжить обучение в вузах. В будущем их также ожидает СТ. Напомним, в этом году на централизованное тестирование зарегистрировали свыше 62 тысяч абитуриентов. 50 университетов принимают более чем по 340 специальностям. Основная часть бюджетников – медицинские, технические и педагогические специальности.